Приветствую вас. Итак, пару слов по поводу дороговизны топлива. Да, 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 как вы хотели. Помните, я много раз объяснял, война это идеальные условия для спекуляции. Да, да, вы возмущались, помните, даже как было смешно вас слышать, мы не позволим, кто? Вы. Ребята, ну поймите, во все времена, всегда, во время войны есть спекуляции. Всегда. Да, сейчас спекулируют на топливо. Причем, понимаете, какая ситуация, даже если вы споймаете какого-то там ушленького, сказать, ну как же так, где же твоя совесть? Он говорит, я волонтер? Или, нет, я армии помогаю? Ну поймите, какая ситуация, если есть возможность в три раза умножить цену и продать вам, ну почему это не сделать? Ну вы же не хуже меня понимаете, что покупают за 30, продают за 90, разница. Да, 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 спорить не буду, не все себе в карман, приходится делиться, такое имеет место, да. Но то, что это классическая спекуляция, заговор, вы уже сами понимаете. Причем, наверное, вы, ну вот, обратили внимание, что, ну люди достают по-разному. Есть люди, которые, смотря на дефицит, все равно ездят, да, говорите, просто здесь же берут, да. Плюс ко всем начинает, ну вы тоже знаете, что с левой заправкой, то есть заправка, здесь очередь, здесь бензин там по 10 литров или того меньше достать невозможно. Тут заправочка сколько хочет, сколько хочет, но по 90, по 80. Есть? Есть. Спасибо. Есть, есть. Есть? Есть. Как же так? А как он получает бензин? Ребята, еще раз поймите, ну это нормально. Ну как нормально, для войны нормально. И понимаете, какая ситуация, в этих условиях вы можете сколько-то на их призывать, говорить, что вот, говорят, что люди гибнут, война. А их это не интересует, они просто зарабатывают, просто. Да, 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 спорить не буду. Со временем вы можете прочитать новое, что там стрельнули, там с автомата расстреляли какого-то там бизнесмена, который возле нефтепродуктов. Такое бывает, бывает. Деньги не поделили. Вообще, чтобы вы правильно поняли, ну 90-е годы почему стреляли в основном? Просто не поделили. Да, тогда тоже были такие шильные доходы. Ой, ребята. Были моменты, когда люди, ну, прицель, как бы не умножать? 2, 3, да когда? 5 умножаем. Так вот сейчас. Сейчас вот, знаете, вот вы можете посмотреть, что такое 90-е годы. Классический вариант. Классический. Как это решить? Можно, но, опять же, я же не могу. Простянуть. Нет, вот здесь метод только простянуть. Понимаете, если действительно провести рейд и желательно пару собственников заправок посадить, обязательно. Не, не так, что, ну, под арест, под арест. Причем навесят на него еще государственную измену. Не имеет значения, но месяц. Знаете, так шум сразу. Бизнес сразу появится. Серьезно, ребята. Как? Где ты? Обновенно. И самое интересное, вот таблицы играют. Где? Где? Потому что, понимаете, как. Ну, смотрите. Они понимают. Сейчас их не контролируют. Класс. Налоговая простянуть не может. Класс. Можно украсть. Класс. И, ребята, это делают. К совести призвать без смысла. Не такая серьезная. А вот если перстанут, они испугаются. Ну, это 90-е годы, ребята. Я могу вам привести массу примеров, массу примеров, когда тоже вот там были всякие, типа, разборки, наезды. Ну, вот, с угольщиками. Как ни пытались. Ну, в принципе, уголь взяли. Ну, уголь взяли, поставили, никто не платит, деньги пропали. Как? И как? Как краб решил? Чиои. Он взял, ну, понимаете, не сложно понять, кто там. Взял, в ресторане отдыхали вот эти угольщики, давайте скажем. Приехал с ОМОНом в асфальт. Причем, ну, знаете как, по документам они не виноваты. Не в асфальт, потом всех поразвозил, правда, не в Донецке, а в Франковске СИЗО, и в Холодную. Есть такой метод. Есть, нарушение. Просунул. Тадыр. И, знаете, полегшал. Ребята поняли, нет. Ну, они поняли, что кровь по беспределу взял. По беспределу. Жестоко. Аж глаза загорелись. Восполнение. Все. Нет, воровать, но поняли. Нельзя. То же самое здесь. Просунуть. Просто просунуть. От души. Наврю из Минародины. Статеечка. Раз. Пожизненно. Ха. И тут сразу этот заправщик говорит. За что меня? А какая разница? За что? Посадить все. Ой, ну я ж только ворую, да? Такая ситуация. Подробненько. Что поделаешь, ребят? Воровать все хотят. Ну я просто говорю, что во времена войны можно хорошо заработать. Вы много рискуете. Вот сейчас на рынке бизнеса. Вы много рискуете, много зарабатываете. Все. Рисковый бизнес. Еще заработаю. Рисковый. Рисковый. Могут пальнуть. Могут. Это да. А может все получится хорошо. Ну столько, сколько вы сейчас заработаете, ребят. А-а-а. Самое интересное то, что понимаете, говорит. Ну совесть. Не, 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 ребят. Совести здесь не бывает. Еще раз говорю, что многие из них, ну вот заработавшие на таких аферах, медалями себя повешивают. Справки покупают. Удивление сказать. Я был там участник всех боевых действий. Это все будет. Это всегда было, если будет. Ну такая ситуация. Так что да. Дефицит. За что вы хотели, друзья? Да. Редак.